всем добрый вечер дорогие мои ну вот первый день на рабочей неделе прошла спасибо за комментарии за мои на мои ролики подписывайтесь нотя веселая история вам рассказал утренном ролике до дневном знаете у нас в моей жизни столько вот этой истории был до ван таль правильно мой друг антон говорит вчера в инстаграме что вы можете даже книгу написать понимаете это наверное бетселлером будет наверное вот если вот это именно вот это случай интересные веселые и самое главное знаете что у всех возникает вопрос почему же обо всем этом много говорят о том что он там то там ты не так так не делай так не делай да мы все равно же опять же наступаем те же самые грабли вы знаете вот человек склонен верить особенно если перед ним стоит соотечественник который говорит на одинаковом языке человеку расположен уже к тому что этот человек не подведет это человек не навред хотя вот сейчас я смотрю столько роликов там девушки русские пишут как ролик и сняли про мошенника про все это 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 пустая зате ребята кого-то что-то переубеждают меня вот такой случай был это было двух тысяч семнадцатый год по моему до купил моем районе одна семья маленький ребенок не вот два плюс один квартиру у турецкое агентство но они мои друзья были в этом на фейсбуке вот дешево купили хорошо сами купили потом мне звонят они вот мы говорим купили квартиру все нормально а мы что должны еще налоги платить я говорю вы уже налоги игра платили когда я его вы получили такую вас там уже все я пари комиссионный налог и все вот наши сам девочка мы позвали каким девочкам вот мы хотели раньше у них квартиру купить а вот потом нашли горд это самый сахабин день вот эту квартиру и мы им позвонили что это самое купили квартир бежево они сказали год вам еще налог надо платить большие деньги если не оплатите короче там все короче очень плохо я говорю но не бывает такого я думаю ну же ли ввели новый закон какой-то звоню своему знакомому мурат вот этот который прошлом канале меня риэта турецкий знакомый друг он сейчас будет работать тоже какой-то агентство в другом районе хорош парень я говорю мурчик я говорю вот так вот так да нет говорит они готовы получили я года нет никаких налогов и это девочки им сказали как это мы можем этот вопрос решить надо налог оплатить я говорю ребята нет таких налогов я говорю нет вот это я говорю ну уперся и все но они не будут как врать и все и со стороны его жены голос телефона слышно да чё ты с ним разговариваешь девочки наши врат не будут вот нас опять это самое надо отдать деньги оплатить и спокойно спать я туда а плати налоги спокойно спичек такое короче они как тут наш девочки даже не как три часа как ехать и горд и горд и оплатим им они когда отвезут к деньг оплатит сами мы у нас до своих а время уже где-то часов на на 12 12 1 час было так вот так вот я говорю ребята во первых нет таких налогов парень я говорю это самое нет это я вот это вот нет все нет они враг не будут где-то мне я думаю мне это не поверить человек я взял мурата посадил собой машину приезжай к его дом и на улице стою а он еще не знает я перед его домом стал и тут подъезжает белая такой машина поле ситроен по моим белый такой там парень за рулем на это самое две девушки сидят они раз на мою сторону посмотрел как дали по газами ушли оказывается тогда я меня знали он убегает ну вот вы напугали людей вы зачем приехали я приехали человека я горит а мы ждали вот они должны большая подойти туда-сюда потом мурат я говорю вот так вот так нет аналогич он говорит я гор нет такого закона нет упился и все нет надо платить а низко и в это время звонок на его телефон берет да я с ним просто так знаком да то я нет конечно нет это он уже перед ними оправдывается звонит ахмеда зурабу узнает зачем вы ему сказали там ой целый час понадобилось чтобы его убить и что нель не надо никаких больше трат делать вот это вот представляете вот переубеждать наших людей бесполезно а потом и кстати сумма была немаленькая которого мы должны были отдать туда неизвестно куда на какие-то налоги и он не говорит зачем вы это делаете вы я говорю слушай мне жалко и у тебя же маленький ребенок и город не просто жалко и годы потом я горой нашим все так делать это впервые горят самое такое чтобы город это вы понимаете я что хочу сказать нашим людям даже говори да не ходи туда не надо туда снег башка попадет совсем бесполезно иногда бывает такое наслышишься да такой наслышишься человек фантастические ты пишешь фантастические кто-то там чуть ли не подпольный какой-то этот олигарх кто-то оказывается просто пока работает уборщиком в отеле но на самом деле он миллиардер он сын миллиардера у него у его папа 5-6 отелей как вы думаете я говорю наверно вот его отец сказал чтобы сын чтобы познал что такое деньги вот поэтому пока уборщиком в отеле работает как вы думаете вот видите какое воспитание ну чё скажешь ну я не скажу что ты такая круглая да короче то такого быть не может но никогда вот мне вот понимаете я я всегда им говорю так я где человек маленький у меня отели нету богатства у меня нету это наверно да есть наверно где-то я держусь принципа такого которую вот жила моя мама царство небесное она всегда вот такая была и настолько ее надо было дипломатом поставить и даже скажу вот это белая да это черная тебе наверное виднее я не буду спорить все я один раз у нее спросили мам почему я горки не споришь а зачем говорит зачем человек спорить бесполезно наоборот скажи а у папы был всегда такой характер у него когда начинали перед ним вот самый да вот такие а я такой он всегда дай гад человек маленький дай ягод это человек маленький делай делай я у него тоже спрашивали гротес почему он к зачем гад останавливаешь не надо останавливать пусть гад башку разобьет гад тогда поймет понимаете вот так как люди в людей да которые верят сказки да очень много очень много как вот думают а вот откуда у нас только вот эти да вот это девушек милигана грелторота это тоже понимаете вот тоже по интернету вот представьте себе рязанская губерния какой-то деревню две женщины сидят разговаривают ой людка ты знаешь соседа петрович это дочь который пятерочка то работала оси шита помнишь тогда помню это поток который закончил в анталии уже так она уже начальником стала не уже и все большие начальник она уже квартире вилла продает ты что да вот она вон и прилетала недавно вот столько подарков по навезла и тут люди чушу-шу-шу-шу-шу-шу пошло короче понимает она никакой не начальник никакой это и летят понимаете что здесь полно болен здесь болен деньги валяется под ногами только видит наших короче бросает сразу деньги и вот от этого мы простые люди понимаете мы привыкли верить я сам такой же был до недавнего времени понимаете я сам такой же был вот мы привыкли верить понимаете да ты что вот так да иди ты вот так понимаете давеча на медни понимаете вот так мы еще по старинке живем понимаете мы уже шустрить не можем вот так вот как-то вот как-то подвох нет мы ладно нам говорят я так вот да то наверное так вот но уже возраст дает знать и горький опыт тоже я тоже наверно становлюсь похожим на отца и на мать ягода да ты молодец ягоды я никогда не останавливаю никогда не останавливаю чем мой сын что ли его там извини или моя дочь стой не делай это недель не делай это говорит сейчас нельзя абсолютно нельзя надо говорит перед нафиг перед дальше вот я до сих пор помню подмосковье едешь на машине да водители ждут это даже быстрее а там везде же камеры же ждут какую-то торпеду то есть торпеда который идет короче впереди несется и все за ним короче понимаете потому что вот этот камера оказывается засекает от этого торпеду понимаете самое страшное в жизни быть торпедой понимаете торпеда короче вот я же говорю нашим людям говори не говори что сказочно здесь принца здесь найдешь здесь каждом отеле работает уборщиками принципе а деньги просто валяется под ногами вот из-за этого люди едут большинство второй стороны медали не знают настоящую сторону медаль даже взрослые люди не знают даже уже умудренные жизненным опытом 50 60 лет которые за границей никогда не были они не знают тоже попадает опростительно так что отговаривать кого-то уговаривать кого-то что-то учить бесполезно я просто рассказываю историю чтобы вам было весело и смешно понимаете вы правильно написали что кому-то может этот урок навряд ли человек такой что пока он свой лоб не расщебет он никогда никого слушать не будет тем более сейчас наше время любимое слово есть молодежи бред 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 или еще как говорят а бла 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 все понимаете всем доброй ночи пока